Социальное сиротство. Сегодня в госучреждениях воспитываются около 400 детей. Большая часть это сироты при живых родителях. Основная причина, когда ребенок забирают из семьи, неисполнение родительских обязательств по содержанию и воспитанию подрастающего поколения. Как сократить эту цифру и искоренить социальное сиротство? Эти вопросы стали главными на комиссии по делам несовершеннолетних при администрации региона. За последние пять лет количество детей, которых забрали из семей, стало меньше. Например, в 2012 году забрали 41 ребенка, в прошлом – 30. В этом году за пять месяцев в госучреждения на воспитание переданы семь социальных сирот, а также четверо детей, оставшихся без родителей. Чтобы предупредить семью от распада, органами опеки и попечительства ведется работа с неблагополучными семьями. Таких в этом году на учете числится 34. По словам специалистов, основная причина постановки семейный учет и лишения родителей прав – асоциальное поведение, алкоголизм взрослых. Знание написано в письме в собрании депутатов с предложением внести изменения в закон номер 731 УЗ об упорядочении оборота этилового сперта, алкогольного сперта, содержащего продукцию на территории Нинецкого округа, в части уменьшения периода времени продажи алкогольной продукции с содержанием этилового сперта более 15% с 11 часов до 17 часов дня. Есть и приятная статистика. Окружных детей из госучреждений стали чаще забирать в семьи. Для этого ведется активная работа со средствами массовой информации. Проходят специальные благотворительные концерты. В этом году на каждого малыша, который ищет семью, сняты видеопаспорта. Они ежедневно транслируются в эфире нашего телеканала. Также посмотреть на малышей и найти ребёнка можно на сайте фонда «Измени одну жизнь». Я хочу в семью. Я хочу маму, папу, брата, сестричку, дедушку, бабушку. Все девчонки и мальчишки, которые живут в детских учреждениях, разные. У всех свои привычки и любимые занятия. Но все одинаково хотят обрести семью. В этом году под опеку передано пятеро детей. И ещё восемь обрели приёмных родителей. Не прекращается работа и по подготовке документов для устройства в семьи новых ребят. После соблюдения всех формальностей дети смогут навсегда покинуть стены детского дома, школы-интерната и дома ребёнка. Алена Валерий, Роман Делимарский, Телеканал «Север».